МИД Азербайджана сделан заявление в связи с принятой Европарламентом резолюцией. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве страны, в принятой 20 января этого года Европейским парламентом резолюция о применении общей внешней политики и политики безопасности с доктринальным и правовым воздействием и дорожной карте на 2021 год в очередной раз отражена однозначная поддержка Европейского Союза территориальной целостности стран Восточного партнерства, в том числе Азербайджана, в рамках признанных на международном уровне границ. Несмотря на усилия некоторых проармянских кругов, после 44-дневной Отечественной войны каких-либо изменений в позиции Европейского Союза в поддержку территориальной целостности и неприкосновенность признанных на международном уровне границ Азербайджана и других стран Восточного партнерства не произошло. Хотим внести ясность в некоторые необоснованные и запоздалые моменты, отраженные в резолюции. В первую очередь наша позиция по вопросу будущего статуса региона и обеспечения безопасности армянского населения и наследия Нагорного Карабаха очевидна и однозначно выражалась неоднократно. Еще раз доводим до внимания членов Европарламента, незнакомых с этой позицией, что президент Азербайджана отправил вопрос статуса на свалку истории. Что касается безопасности армянского населения и наследия, то права всех граждан на территории Азербайджана, независимо от их этнической принадлежности и вероисповедания, обеспечиваются Конституцией Азербайджана. Историко-культурные памятники охраняются на государственном уровне, сказано в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.